Здравствуйте, Алексей Казанников, телеканал «Звезда». Сергей Викторович, вопрос, скорее всего, вам. Обсуждался ли сегодня вопрос конфликта в Нагорном Карабахе? Уже очевидно становится, что те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней встрече, все-таки не привели к полному прекращению огня. Быть может, сегодня какие-то шаги отметили, которые можно выработать на пути к деэскалации конфликта? Мы проинформировали наших коллег из секретаря Совета Европы о том, как Россия видит эту ситуацию, о тех шагах, которые мы предпринимаем. Убеждены, что сейчас самое главное, и, наверное, это не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий. Следующий абсолютно необходимый шаг, его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам. И, конечно же, это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов России, США и Франции, как глав государств, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября. Это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить все-таки кровопролитие. Потому что вы правы, после встречи в Москве надежды наши не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам. Это неприемлемо. Но для того, чтобы прекращение огня заработало, мы в этом уже убедились, вот после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на Земле, это установление, создание механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим активно мы работаем, в том числе наше Министерство обороны прежде всего, с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм. И сказав о задачах сегодняшнего дня, не могу не упомянуть и необходимость существенно ускорить усилия по политическому регулированию, об этом тоже говорится. В московском заявлении есть подробные, обширные наработки, которые страны-соопредседатели Минской группы ОБСЕ России, Франция и США готовили, обсуждали со сторонами. В них, на мой взгляд, содержатся все ответы на все вопросы. И в пределах достижимого на сегодняшний исторический момент мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические и транспортные связи и обеспечить надежную безопасность и Карабаха, и расположенных здесь других территорий.